Здравствуйте, товарищи! Сегодня второй день работы 19-й Всесоюзной конференции КПСС. Утреннее заседание открыл товарищ Зайков. С докладом мандатной комиссии выступил председатель комиссии товарищ Разумовский. Затем делегаты продолжили обсуждение доклада Центрального комитета КПСС о ходе реализации решений 27-го съезда КПСС и задачах по углублению перестройки. Дневное заседание проходило под председательством товарища Слюнькова. Парконференция продолжает свою работу. Наш корреспондент ведет репортаж из пресс-центра партийной конференции. Сегодня здесь, до начала работы партийной конференции, советскими иностранными журналистами встретился начальник Института военной истории Министерства обороны СССР профессор Волковун. Он рассказал о работе над своей книгой «Триумф и трагедия», которая, по его словам, должна выйти в свет в начале будущего года. На основе большого количества документов автор стремится в этой книге объективно исследовать причины возникновения культа личности Сталина, показать, как триумф одного человека может привести к трагедии целого великого народа. Отвечая на многочисленные вопросы корреспондентов об отношении современников к Сталину, ученый сказал, что после первых публикаций фрагментов своей книги он получил около трех тысяч писем, которые свидетельствуют о том, что во взглядах на личность Сталина в обществе не существует единого мнения. Дмитрий Антонович Волкогонов поддержал предложение общественности о строительстве мемориала жертвам сталинских репрессий. Память о них, подчеркнул он, должна сохраниться в народе. Зарубежная печать и телевидение продолжает комментировать доклад о ходе реализации решений 27-го съезда КПСС и задачах по углублению перестройки, с которым на конференции выступил Михаил Сергеевич Горбачев. Доклад генерального секретаря ЦК КПСС, пишет венгерская НЭПСА Батшак, отражает демократическую атмосферу той общенародной дискуссии, которая развернулась в СССР накануне форума коммунистов. Польская газета «Дзенни Клюдо» отмечает, что итоги форума советских коммунистов будут иметь огромное значение не только для Советского Союза, но и для всех социалистических стран и прогрессивных сил в мире. Японская Асахи указывает, что выдвинутые в докладе предложения можно назвать основной программой демократизации политической системы советского общества. Еще несколько сообщений из-за рубежа. Вице-кранцлер, министр иностранных дел Австрии Алоэ Смок поручил австрийскому послу в ЮАР передать демарш президенту Южноафриканской республики Питру Боте. В нем требование отменить смертный приговор, вынесенный российским режимом Шельпервильской шестерки. Алжир и Ливия приняли решение провести референдум по вопросу о создании союза этих двух государств передбыл сегодня алжирское правительственное информационное агентство АПС. Референдум намечено провести в сентябре этого года. С трехдневным визитом в Индонезию сегодня прибыл начальник управления национальной обороны Японии Цутому Кавара, который намерен также посетить Сингапур. Это первая за послевоенный период поездка главы военного ведомства Японии по странам Юго-Восточной Азии, которые в годы Второй мировой войны стали жертвами оккупации японского милитаризма. Лишь большинством голосов совет министров ЕС на уровне министров по вопросам окружающей среды сумел принять сегодня соглашение о снижении уровня выброса в атмосферу отработанных газов малолитражными автомобилями. Нидерланды, Дания и Греция не поддержали его. И в заключении выпуска о погоде. Завтра в столице Подмосковья температура. Ночью 16-18, днем 26-28. Кратковременный дождь, гроза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова